Привет друзья! Давайте с вами поразмышляем на тему, можно ли познакомиться на сайте знакомств если тебе за 30, 40, 50 лет. И есть ли у нас шансы найти немножко личного счастья? Впервые заходя на сайт знакомств, сначала складывается впечатление огромного выбора. Начинаешь сначала разглядывать это изобилие фоток, а потом уже начинаешь выбирать. Естественно мы разглядываем самых красивых и молодых девочек. Ебать копать! Сколько тут телочек! Хочу-хочу! Но и после спада эйфории начинаем заходить в анкеты и рассматривать все это дело более подробно. На этом этапе мы начинаем замечать такие параметры как возраст, рост, вес, наличие детей, город или деревня. Обычно большинство живут в столице, хотя часто при допросе с пристрастием мелькают названия неизвестных мне ранее населенных пунктов. Как оказывается все не так просто, и надо бы определиться, что же кроме рассматривания фоток я хочу найти на этом сайте. У каждого адекватного человека имеются свои предпочтения, так сказать выработанные годами. Для начала мы должны решить для себя какого возраста и телосложения хотелось бы найти будущую спутницу жизни. В наше время, время мегатолерантности перед некоторыми взрослыми организмами встал вопрос какой же пол ему наконец-то выбрать для себя лично, а также какого пола должен быть его подруг или подруга. Но не будем о грустном и оставим противное противным. Продолжим наше расследование. Итак мы определились с параметрами такими как вес, рост, ориентация и геолокация. Причем последняя характеристика часто играет решающую роль. Если я знакомлюсь с девушкой для реальной встречи, то для меня важно где находится тело этой самой девушки. Если чтобы встретиться с девушкой, после работы, на чашечку кофе, мне нужно ехать 2-3 часа на автомобиле, электричке или на собачей упряжке, а потом столько же обратно. То скажите, нафиг нет такой кофе? Короче говоря девушка должна быть в пределах досягаемости. А пределы досягаемости, это такое расстояние, которое мы готовы преодолеть ради встречи с девушкой, зачастую сильно потрепанной жизнь. Замечу что с возрастом это расстояние значительно сокращается. Чем человек старше тем ближе к дому он ищет себе бабу. Это конечно же относится к неженатому человеку которому нет нужды скрывать любовницу от жены. Для женатых и любителей гаремов большое расстояние между женами и любовницами, имеет особое сакральное значение. Итак, мы примерно разобрались как будет выглядеть наша избранница и в соответствии этому настроили фильтры на сайте. Теперь рассматриваем анкету. Сначала мы мельком смотрим на фото и понимаем интересно ли смотреть дальше. Следующий важный пункт, место расположения подопытного организма, если населенный пункт нас устраивает смотрим дальше. Примечание. Населенный пункт где проживает девушка необходимо уточнить в самом начале беседы, если такая конечно состоится. По поводу места жительства девушки очень часто врут, поэтому лучше спросить сразу, чем зря потратят пару часов или даже пару дней времени. Кстати, замечу что для иногородних девушек 300 километров это не крюк, а для живущих в вашем городе расстояние между вами в 5-10 километров это может быть непреодолимым барьером. Далее рост и вес. Я например, не воспринимаю женщин которые выше меня больше чем на пару сантиметров и висящих более 65 килограмм. Но как говорится на вкус и цвет, все фломастеры разные. И снова возвращаемся к фото нашей избранницы. Девушки имеют привычку выкладывать фотки 10-15 летней давности и считают, что они совсем за это время не изменились. Также может быть микс из фоток свежих и старых, поэтому рекомендую просмотреть все фотки и сберечь свое время от общения с теткой если ее свежие фотки вас пугают. Отдельно стоят девушки где на фото только лицо и пышная грудь, на 90% эта девушка имеет излишний вес, а мы же не диетологи чтобы с такой морочиться. Далее наличие и количество детей, если вас этот пункт не напрягает, то вас может напрячь то, что у дамы например нет детей, но она их очень хочет, а это может не соответствовать вашим планам. Или наоборот, у дамы нет детей и она их категорически не желает иметь, а вы же стремитесь впервые или в очередной раз стать отцом. Короче дети и их наличие или отсутствие, это отдельная тема. Замечу только, что дети бывают разные, и они могут испортить самые чудесные отношения и сильно и резко изменить не только ваши отношения но даже характер вашей подруги. Итак вы выбрали самую лучшую девушку на сайте и решились ей наконец-то написать. Да, кстати, не тупите, подходящих девушек вы должны найти 2-3 десятка, как говорится запас карман не тянет. Итак, в нашем алгоритме идет разветвление программы. 1. Смотрим статус. И опа! Этой девушке уже 100 лет как не было на сайте. Писать ей можно, но почти бесполезно, ибо она или нашла себе партнера либо ей это на данный момент не актуально. 2. У девушки стоят фильтры и мы не вписываемся в ее образ идеальной жертвы, по каким-либо параметрам, например, это может быть рост, вес, возраст, короче любой параметр в анкете или наличии VIP статуса на сайте. Тут мы не имеем возможности ей написать. 3. Девушка просто не отвечает. 4. Девушка проститутка, она очень шустро определяет вашу платежеспособность и тянет навстречу, если вы навстречу не соглашаетесь она тут же теряет к вам интерес, ибо время для нее, деньги. 5. Ура! Девушка отвечает и тут опять варианты она может вам отвечать односложные раз в сутки или раз в неделю таких сразу нафиг. 6. Она может вам отвечать тупо да, не, да, нет, скорее всего или ей неинтересно с вами или она тупая, таких тоже нафиг. 7. Тут либо вам надоест, либо вы разозлитесь и пошлете ее куда подальше. 8. В итоге зря потраченное время, а еще хуже она на вас пожалуется за грубость и вас заблокирует на сайте знакомств. 9. Вежливость, это оружие вора. Вернее, оружие холостяка. 6. Ура! 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 Девушка вам отвечает, уделяет вам много времени и вам вообще комфортно с ней общаться. Не радуйтесь. Это скорее всего тяжелый случай. По моему опыту, если вы забыли задать свои контрольные вопросы самое время их задать. 99% милых и разговорчивых девушек имеют свой маленький секретик. Например, она живет на другом конце страны, у нее есть пару десятков килограмм лишнего веса, у нее есть ревнивый муж, с которым она не развелась и живет в одной квартире. Короче, у таких милых общительных дам скорее всего есть, скелеты в шкафу. А что делать после того, как вам девушка ответила, что делать дальше? Дальнейшее развитие события зависит от целей, которые вы перед собой ставите. Если есть желание построить отношения, то вы с девушкой общаетесь в чате, затем переписываетесь в мессенджерах, можно попросить дополнительные фото или предложить видеозвонок, затем созваниваетесь. Только после того, как вы видите, что вам есть о чем поговорить и тело соответствует фоткам и вашим ожиданиям, можно с девушкой встретиться в реале. Бывают девушки, которые говорят, что ей лень писать, и давай мол поговорим по телефону, так вот очень часто с такими девушками ни о чем говорить, они не умеют поддержать беседу, а просто ищут клоуна, который будет их развлекать. Если вы не мастер пикапа, то сначала переписывайтесь, найдите общие интересы и темы для разговора, а потом созванивайтесь. И в завершении данного ролика совет, если вы приходите на встречу с девушкой, и она не соответствует фотографиям, которые она вам показала, не стесняйтесь развернитесь и уйдите, вы не должны в этом случае оправдываться и говорить себе, что это невежливо или неудобно и не нужно начинать отношения, которые начались со лжи с ее стороны. К таким девушкам рекомендую даже вообще не подходить и не тратить на них время. Друзья, если вам понравился формат этого видеоролика ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях какие аспекты стоило бы рассмотреть поподробнее. Мы можем рассмотреть какие типы женщин попадаются на сайтах или куда пойти с девушкой чтобы не разориться. Также вы можете предложить и свои темы для рассмотрения и обсуждения. При достаточной активности под видео, мы выпустим продолжение данного видеоролика. Спасибо за просмотр!